Я очень признательна и организаторам, и вам, Ирина Григорьевна, что меня пригласили на такое престижное мероприятие. Я первый раз на нём, если честно. И да, опухоль сейчас очень хорошо лечится, в том числе опухоль мозга, но мы, к сожалению, видим очень много последствий. И вот здесь я как бы так их изгруппировала. Это и нейрокогнитивные об этом все знают, и психосоциальные, к сожалению. Очень мало кто из моих взрослых пациентов работает. Я думаю, что мы об этом тоже должны в будущем больше говорить. Это фертильность, это вторичные опухоли и органная патология, самая разная. И я скажу об эндокринных проблемах. Эндокринные нарушения при опухолях мозга обусловлены разными причинами. Если это опухоль гипоталамогипезарной локализации, то это может быть воздействие опухоли, это может быть операция и, может быть, последующая лучевая терапия. Но нередко эндокринные нарушения возникают там, где мы их не ждем. Это опухоли носоглотки, виска ствола. Они находятся вблизи динцифальной области. При их локальном облучении может повреждаться гипоталимус. Это кораниальное облучение, но редко, потому что доза небольшая. А вот крайнеоспинальное облучение практически всегда приводит к эндокринным проблемам и химиотерапии. Последствия облучения головного мозга – это, конечно, в первую очередь дефицит гормонов гипофиза, роста щитовидной железы, половых надпочечников. Это может быть преждевременная активация полового созревания, потому что у нас половое созревание начинается из головного мозга. Это ожирение метаболический синдром. Последствия облучения спинного мозга – это отрицательное воздействие на рост за счет разрушения ростовых зон позвоночника. Это поражение щитовидной железы и поражение гонату девочек. У мальчиков они практически не подвергаются облучению. Последствия химиотерапии – это у мальчиков в основном изолированное поражение сперматогенеза, но в отдаленном периоде может развиваться и такое порциальное поражение кледок лейдига со снижением секреции тестостерона. Поражение гонату девочек может носить очень разную степень. От укорочения лютинной фазы, которая вообще никак себя не проявляет, раннее истощение яичников может быть, ановуляторные циклы, ну и при выраженном воздействии бесплодия. Если химиотерапия считается спинальным облучением, то по литературе есть данные, что это увеличивает риск поражения щитовидной железы. Опухоли хиазмально-селярной области проявляются в основном тремя группами симптомов – это неврологические, зрительные и эндокринные нарушения. И к негормонально-активным опухолям, которые лечатся не только нейрохирургами, но и радиологами, и онкологами, в основном относятся к ранее фарингеомы, глиомы и герминомы. Я очень коротко на них остановлюсь. Вот те эндокринные синдромы, которые могут наблюдаться при опухолях мозга, это в первую очередь дефицит гормонов гипофиза, и гиперсекреция у наших пациентов тоже может быть, диенцифальное ожирение кахексии. И вот два состояния, о которых должны знать не только эндокринологи, но и нейрохирурги, нейроонкологи – это вторичный гипокортицизм и несахарный диабет, которые при отсутствии адекватной компенсации могут приводить к водно-электролитным нарушениям. Это очень опасно, и мы должны уметь это купировать. Краниоферингиома – это доброкачественная опухоль, но ее эмбриогенез, вот точки исходного роста вблизи гипофиза гипотальмуса, обуславливают высокую частоту эндокринных нарушений, как до и после операции. Вы видите, после операции красной столбики 80% практически имеют пангипопитутаризм и несахарный диабет. Метод выбора лечения – это радикальное удаление, но далеко не всегда это удается. При тотальном удалении вы видите БРВ 80%, при нерадикальном – чуть больше 20%. Но если применяется лучевая терапия или радиохирургия, то БРВ повышается аналогично после тотального удаления. Другие опухоли, которые часто вызывают дефицит гормонально, это герминомы, они локализуются, вы знаете, чаще в пениальный, при этом мы не наблюдаем каких-то клинически значимых эндокринных нарушений. А вот локализация в хиазмальной, она обуславливает высокую частоту дефицита гормонов гипофиза, и часто первым симптомом является несахарный диабет. Практически у 100% пациентов он развивается, может быть первым симптомом, и иногда несахарный диабет уже есть, а опухоли, НМРТ мы еще не видим. И вы видите, здесь очень высокая частота эндокринных нарушений, это все наши пациенты из института нейрохирургии, до лечения, а после лечения на фоне химиотерапии может происходить частично улучшение эндокринных функций, и мы очень рады, особенно когда это касается половой функции, потому что компенсация половой функции это наиболее сложная проблема. Глиомы зрительных путей, это тоже доброкачественная опухоль, в отличие от крайнего фарингема, они гораздо реже дают гормональный дефицит, но вот у них, особенно у маленьких детей, нередко развивается такое состояние, как диэнцефальная кахексия, вот такая опухоль. Больные часто ходят по разным специалистам, ищут все, что угодно, но не опухоль. Диагноз ставят, как правило, когда появляется зрительное нарушение, у ребенка появляется нестагм, вот видите, такое очень приличное удаление. Пиломексоидный вариант, очень часто это бывает именно у больных с диэнцефальной кахексией. Неизвестно, почему кахексия возникает, неизвестно, почему она проходит. Показано, что если опухоль удается стабилизировать, будь это операция, либо химиотерапия, видите, уже через полгода после операции полная нормализация показателей веса, но опять же это наши данные, мы проанализировали большое количество больных, и как показывают наши зарубежные коллеги, диэнцефальная кахексия – это независимый прогностический фактор ухудшения показателей безрецидивной выживаемости, поэтому мы всем пациентам сразу после операции назначаем химиотерапию. Вот, и вы видите, после химии частичный эффект через полтора года, и у девочки возникло преждевременное половое созревание, это тоже достаточно часто бывает при глиомах и успешно на сегодняшний день лечится. Медулы-бластомы, они не вызывают эндокринных нарушений сами по себе, но лучевая и химия приводят к серьезным эндокринным проблемам. И мы когда обследовали наших пациентов, оперированных у нас, леченных по протоколу М2000, мы выявили достаточно часто очень высокую частоту дефицита гормона роста 90%, гипотиреозу половины, поражение яичников 80%, но такая высокая частота обусловлена тем, что раньше пациенты облучались на стандартных аппаратах. Теперь, я думаю, когда все облучаются только на линейных ускорителях или еще, возможно, протон нам в помощь, вот, я думаю, что вот это очень такое неприятное осложнение, его было бы гораздо меньше. Надпочечника недостаточность каждый пятый, и об этом надо помнить. Рак щитовидной железы был у нас у двух пациентов, и вообще по литературе в основном это популярный рак, который хорошо лечится. Вот те дозы, которые максимально увеличивают риск этого рака. Другие факторы риска – это женский пол и младший возраст. Гипокортицин, я сказала, это очень серьезное грозное осложнение. Его тяжело диагностировать, потому что есть так называемая серая зона, уровень кортизола утром между 120 и 400, когда мы не уверены, все в порядке у больного или есть у него гипокортицизм. Поэтому с больным с опухолями хиазмально-селярной области при таких цифрах мы всегда назначаем заместительную терапию при стрессах. Лучше прикрыть стресс, чем потерять больного от надпочечникового криза. Но я ограничена во времени, поэтому скажу только о гипонатриемии. Провоцирующими факторами являются удаление опухоли, полихимиотерапия и какая-то сопутствующая патология, присоединившаяся инфекция и так далее. Этиология – это синдром неадекватной секреции АДГ и центральный сольтеряющий синдром. Лечение. Что-то мы делаем стандартно, независимо от этиологии, гипонатриемии. Здесь, так как у нас идет задержка жидкости, мы ограничиваем введение жидкости. Здесь, так как клинически идет потеря, мы жидкость активно восполняем. Очень важно помнить о скорости коррекции, потому что при слишком быстрой коррекции может произойти демилинизация мозгов, прежде всего моста. Очень много вопросов мне всегда задают по терапии гормонам роста. И раньше всегда говорили, что онкологи, что ни в коем случае гормон роста ребенку давать нельзя. Сейчас все чаще говорят, что его лечить нужно. Мы задаем вопрос, какое утверждение правильно. Я считаю, не одно из них. Мы всегда, когда я назначаю препарат, во-первых, я не менее часа консультирую, разговариваю с родителями. Я советуюсь со смежными специалистами, это и онкологи, Ольга Григорьевна, и радиологи, если больной получал лучевую терапию. Что мы говорим? Что на 100% безопасность лечения не доказана. Но лечение улучшит его конечный рост, а нашим больным крайне важна социальная адаптация. И что мы учитываем? Мы не подходим к этому вопросу утилитарно. Потому что мы работаем в команде, и наши онкологи прекрасно разбираются в эндокринологии, и эндокринологи чуть-чуть в онкологии. Вот казалось бы, и то опухоль мозга, и то опухоль мозга. И там, и там, БРВ при адекватном лечении 70%, дефицит гормона роста более 90%. Но здесь на фоне лечения хороший ростовой прогноз, здесь плохой ростовой прогноз. В то же время здесь при возникновении рецидива больного можно также успешно пролечить. При медулобластоме эффективность рецидива очень низкая. Поэтому мы всегда совместно обсуждаем каждого пациента, учитывая многие эти факторы. И это очень важно. Поэтому вот анализ наших пациентов, получавших лечение гормоном роста, видите, частота рецидивов в группе без гормона роста выше, чем в группе гормона роста. Конечно, гормон роста не защищает от рецидива опухоли, но это происходит потому, что мы все-таки очень избирательно и подходим к этой проблеме. Препараты, которые применяются у наших пациентов, они гонадотоксичны. Это и циклофосфан, и фосфамид, и препараты платины. И очень сложно что-то в этом вопросе делать. Но вот эта работа, которая меня очень окрылила, очень мне понравилась. Они недавно доложили, это не рак, но это таласомия. До пубертата была заморожена яичниковая ткань. До пубертата. После лечения у девочки развелась яичниковая недостаточность, и ей пересадили вот эту незрелую допубертатную яичниковую ткань. То есть ее разогнали, эти яичники созрели и начали работать, и она забеременела, правда, с помощью ВРТ. Не только забеременела, но и родила. И я считаю, что это наше будущее. Оптимально это снижать риск побочных эффектов, выделять молекулярные группы, редуцировать дозу лучевой терапии. И в принципе больных эндокринологически и обследовать, и вести не так сложно, просто это должны быть специалисты, которым в этом разбираются. Но не нужно посылать всех своих пациентов к эндокринологу. Вообще вы сами должны мерить им рост и вес и писать в карточке где-то обязательно. Но онкологи обычно это делают, потому что они рассчитывают дозу химии препаратов. Но потом, когда дети перестают получать лечение, вы тоже это делайте, пожалуйста. Потому что кого надо посылать? Ну понятно, все опухоли хиазмально-селлярной области, тем, у кого идет замедление роста. Скорость роста ниже 25-й перцентиль, рост ниже 10-й перцентиль. Все, кто получал краниальное облучение в дозе 30 Грей, все, кто получал трансплантацию костного мозга, и у кого рано началось половое созревание. Потому что этим детям можно помочь. Вот то, что мы им делаем. И как помочь? Гормон роста, я сказала. Аналоги люлиберина. Причем мы не только ими блокируем раннее половое созревание, но мы еще у подростков выключаем таким образом яичники. Тероксин очень простая и дешевая. Это не только заместительная терапия, но и снижение риска рака щитовидной железы. Половые гормоны при гипогонодизме тоже. Это вообще не обсуждается. Если у больного там 17-18 лет гипогонодизм, не надо его пугать тем, что тестостерон или эстрогены вызывают рак. Глюкокортикует при гипогортицизме и терапия остеопороз, калиоза, витамин D. Я не могу удержаться. Витамин D, я его обожаю. На самом деле это стероидный гормон. И он не просто витамин, он иммуномодулятор. И очень много работы. Я не знаю, применяете ли вы онкологи его в каждодневной практике. Я назначаю его всем. Начиная с себя и своих детей, кончая всех своих пациентов. И вот одна из многих работ американских 18-го года. Американцы обсуждают о том, что должны быть пересмотрены нормы. Нижняя норма в Российской Федерации 30. В Европе тоже. Американцы, они всегда идут впереди. Они говорят, что она должна быть 65. Потому что практически по всем онкологическим заболеваниям уровень витамина D более 6, связан с более низкими показателями онкологических заболеваний. Спасибо большое. Вопросы. У меня вопрос, Надежда Александровна. Вы показали слайд, на котором было написано краниофарингеума врождённая опухоль. Да, так и считается, что зачаток её закладывается внутриутробно. Так её называют. Врождённая диземброгенетическая. Но не сама опухоль, а её зачаток, скажем так. Да, это её зачаток. Но на самом деле у нас существует градация. Врождённая опухоль – это та опухоль, которая диагностируется до 1 года. Да, может быть, я не права с онкологической точки зрения, наверное. Я с вами согласна. Это чисто за... Да, я понимаю, что это вам может резать слух. Совершенно да. Я уберу, Ольга Григорьевна. Ага, ещё знаете, какой... Да? Нет, я согласна. Ещё знаете, какой вопрос у меня. Какие бы вы предложили варианты защиты яичников у девочек при крайне спинальном облучении от поражения? Я могу сказать, что мы отметили, в зависимости от возраста ситуация меняется. У детей младшего возраста чаще всего мы встречаемся... Да, потому что русский таз. Да, да, совершенно верно. Это проблема везде. Вы знаете, Ольга Григорьевна, я думаю, что не подходит вот эта пиксия, потому что таз всё равно узкий. Я думаю, что оптимально это протон и интенсив модулейтит терапия. Нет, забор... То есть забор самой ткани – это, так сказать, перспектива. Это перспектива, хотя, в принципе, у нас есть пациенты, которые сделали эти заборы, и эти ткани лежат. Это же пункционно, пункционно же это берётся. Да. Как, например, мы хотим делать ликварную пункцию для того, чтобы провести забор ликвара аналогичный? Ну, не совсем. Когда ткань, по-моему, там делают эту... Открытую? Не, ну, лапароскопические. Да, лапароскопические будет, да. Да, лапароскопические. Лапароскопические, да. То есть забор. А вот что касается другой защиты, это только протоны и только интенсив модулейроны. Спасибо большое. Кто-то ещё хочет задать вопрос Надежде Александровне? Да, пожалуйста, Асмея Григорьевна. Спасибо большое, Надежда Александровна, за ваш вопрос. Несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, а уровень витамина D – это стандартный анализ, который определяется в крови, где его нужно определять? Ну, вообще сейчас практически все лаборатории это наладили, даже справились с ошибками. Да, витамин D, ну, любая, инвитра, всё что угодно определяет. И, в общем, в принципе, неплохо. В крови. Да, в крови, в крови. И скажите, пожалуйста, а тогда нужно давать витамин D детям можно на фоне химиотерапии, на фоне высокотерапии? Ну, конечно, надо. Он же, наоборот, против рака. Параллельно, постоянно? Параллельно, постоянно. Вообще, надо начинать внутриутробно, здоровым. Вот. Но всегда дают новорожденным, до года всегда проводят профилактику ракета. Ну да, а потом провал. Витамин D дают. А потом забывают. Было исследование родничок, которое показало, что у грудных детей частота дефицита, при том, что все дают 30%, а в 2 года 75% по России. Потому что все забыли. Причём это тяжёлого дефицита, это ниже 20%. Сейчас педиатры тоже отмечают у детей, у всех, не только онкологических, у всех детей, они отмечают дефицит витамина D. То есть это говорит о том, что мы… он откуда поступает, витамин D в организме? Ну, здесь солнце, в первую очередь, но я думаю, что это связано прежде всего с тем, что мы очень плохо питаемся. У всех испорченные кишечники, едят всякую ерунду. Вот и… поэтому… ну что ж… Надежда Александровна, ещё последний вопрос по поводу защиты яичников у девочек. Есть ли какие-то эффективные методы медикаментозной защиты вот прямо с начала, до начала химиотерапии? Ну, защищать имеет смысл, когда начался пубертат. Вот. Вы можете защищать, дать контрацептивы, но это, во-первых, нехроншует, высокий доза половых гормонов, во-вторых, сохранномесячные. Если вы даёте аналоги люлюберина, хотя, конечно, это не входит ни в какие-нибудь ВМС, это вы можете только рекомендовать, вот, то совершенно достоверно было показано, что это снижает риск отдалённых последствий, таких работ достаточно много, причём, ну, чем быстрее это начинать, чем лучше, потому что действовать они начинают не сразу, а где-то со второй инъекции, инъекция раз в 4 недели. Вот бусирилин препарат, который… Дефирилин, декапептилдепо, мы пролонгированы назначаем. Да, да, пролонгированы. Вот эти 3,75, 11, которые, да. То есть это имеет смысл проводить это? Да, да, имеет. Понимаете, по крайней мере, вреда от них минимум, а данные говорят о том, что снижает риск. Потому что вообще допубертатные яичники, они гораздо менее чувствительны к повреждению, чем пубертатные. В отличие от мальчика, вот мальчик, чем младше, вот его яички, они более чувствительные. Чем старше, тем он крепче становится, а у девочки наоборот. А скажите, пожалуйста, по поводу вот заготовки ткани яичника, насколько это в России, ну вот, по… официально разрешено до 18 лет девочкам достигшим? Вы знаете, я вот, насколько знаю, мы вот мальчикам берем сперму до 18 лет, и это тоже вот как-то все. Ну да. Я не влезала в эти нюансы юридические. Есть правовые просто аспекты. Я умру, вот просто, если я влезу. Но как-то это было улажено, потому что эти процедуры оплачивал фонд «Подари жизнь». Вот. То же самое с тканью яичников. У нас есть пациентки из ФНКЦ, несколько наших с медулобластом, которые процедуру сделали. Или, причем, удивительно, но даже две наши московские пациенты поехали сюда, в Питер. Какому врачу, я не скажу. Но вот он какой-то… врачебная семья, ну вы знаете, о ком я говорю. Вот. Я фамилию не помню. Но если можно, я узнаю, что это за такой гуру, который вот это хорошо делает. У нас делает это у Курцера. Причем я когда пыталась это вот как-то налаживать, это была единственная клиника, которая откликнулась. Вот. У них было интересно. Все остальные клиники в РТК, к сожалению, для них главное – это деньги заработают. Ну, мы тоже столкнулись с этой проблемой. И когда мы, наконец-то, вот приходим уже к моменту, что это нужно делать, в итоге все нам отказывают, говоря о том, что есть законодательство, которое запрещает до 18 лет. Они просто не хотят связываться. Вот. С вами. И с спермой была та же самая история. Абсолютно, так сказать, противопоказания были для забора спермы у мальчиков, когда встал вопрос, что им нужно до начала лечения, до начала химиотерапии. И только благодаря тому, что подключился фонд, они организационно с урологами нашли специалистов-урологов, кто специально приезжает в забор, и в банке они хранят. Наверное, это, конечно, не вот так на всю страну официально. Не могу сказать, что это законодательством утверждено. Это с позиции «это учреждение согласилось, это учреждение согласилось, и вот они сошлись». Два учреждения, которые согласились. Да, нужно такое найти согласие. Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.